Большое скопление людей, имевшее место в 3 часа дня по полудни 12 мая у кинотеатра «Авангард», издали напоминало небольшой митинг, как составом собравшихся, так и количеством. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что все эти люди пришли в кинотеатр «Авангард» на премьеру самого короткого, пожалуй, фильма в истории этого кинотеатра «Звезда профессора Мечникова», который представляла съемочная группа во главе с режиссером этого фильма Алексеем Воробьевым. Алексей Воробьев живет в Пушкине практически с рождения и достаточно известен в нашем маленьком городе. И кроме того, 12 мая он отмечал свой очередной день рождения, поэтому количество друзей, пришедших его поздравить, было очень велико. На премьере можно было услышать музыкальные темы из этого фильма в исполнении пушкинских музыкантов во главе с композитором фильма Игорем Кононовым и узнать из первых рук от самого режиссера историю создания этого замечательного киношедевра. У нас с друзьями традиция. Мы каждый год ездим на дачу в Лепино к одной нашей приятельнице. Или ездили. И, значит, там мы, естественно, не в шахматы играем. Хотя почему бы нам не играть в шахматы? Вот. И вот, значит, после одной такой вечеринки, там, в Лепино, другой наш приятель спустился со второго этажа этого дома и начал зачитывать очень интересную сцену о том, как Пастер, значит, проводил публичную вакцинацию коров. Ну, и, значит, она такая была записана в жанре гротеска. Это была книжка Поля де Краев «Охотники за микробами». И вот через какое-то время, значит, я ее прочитал. Там есть глава Промечникова. Это просто всплыло. Вот, собственно, история такая. Вот. А накануне премьеры мы встретились с авторами фильма режиссером Алексеем Воробьевым и композитором Игорем Кононовым. Субтитры делал DimaTorzok заинтересовался проблемой бактериологического оружия. И, значит, вот, собственно, фильм о первом применении бактериологического оружия. Вот. Он, значит, это, значит, 1880 год, когда, значит, Турция начала оккупацию, значит, этой Сицилии. А, значит, у Мечникова там была дача на Сицилии. Вот. И, значит, собственно, я совершенно случайно натолкнулся на этот факт, потому что, как бы, они, значит, что начали делать турки. Они, значит, привозили бешеных собак, значит, на Сицилию. И, значит, ну, несколько штук запускали там вольвер со здоровыми собаками. И, значит, вот, таким образом все собаки заражались бешенством. И они потом выпускали, значит, эти собаки бегали по Сицилии, кусали осободолюбивых сицилийцев. Вот. Поскольку они, как бы, ну, такие люди-то очень независимые, и они завоеванию туров не подчинялись, конечно. Вот. А Мечникову была дача. И он, значит, узнав о всем этом деле, значит, прыгнул, ну, сел на пароход и отправился, значит, не в Сицилию немедля. Вот. И попытался, значит, как-то, каким-то образом вот этому бешенству противодействовать. Вот. Ну, и, значит, вот он нашел способ, значит, он нашел особый вид морских звезд, которые собаки, вот эти бешеные, они им очень нравились, но они являлись ядом, собственно, для собак. Вот. И вот, значит, собаки он, значит, разбрасывал по всему побережью этих морских звезд. И собаки поедали морские звезды. И таким образом, значит, вот ему удалось, значит... Эпидемию приостановить. Да, эпидемию приостановить. Вот, собственно, это, так сказать, значит, вот эта история. Да, в Мессине, кстати, сицилийцы поставили ему памятник. Он национальный итальянский герой. Да, национальный сицилийский герой, я бы сказал. Вот, собственно, история. Вся эта история началась еще в Одесском университете. Став экстраординарным профессором, я решил вплотную заняться ботоплазмой. Камале, необходимо немедленно начать опыт. Но не тут-то было. При попустительстве начальства в мой кабинет стали являться странные субъекты. Сулить мне деньги и требовать каких-то немыслимых вакцин для скота. Нам срочно нужна вакцина. Да, да. Ах, вот так! Я не желаю заниматься болезнями ваших козлов и баранов! Я наделен волей и талантом! И намерен сделаться великим охотником за микробами! Ай! Ну, а вот, допустим, сам творческий процесс, как он шел? Где вы брали материал? На какой студии снимали? Вот, да. Значит, в какой-то момент я решил, что сицилию ехать не надо, да и денег нет. Вот. Ну, в этом и нет необходимости, собственно говоря. Потому что, ну, есть взаимоотношения там реализм, нереализм. То есть, как бы, фильм не совсем реализм. Вот. Он сделан в стиле гротеск. Вот. Стилистический. И поэтому, ну, вот, как бы, путешествия там в реальные, в реалии. Вот. Вовсе не было. Снимали на павильоне, там сделали Сицилию, море. Все как положено. Вот. То есть, даже с первого взгляда. Вот. Ну, даже, как бы, честно говоря, это, как бы, не хочется продавать заранее, да. Но, тем не менее, я думаю, что... По крайней мере, в начале фильма этого не видно, что это не Сицилия. Ну, а как-то личность ученого пытались открыть? При открытии? Да, это чистой воды, психологическая драма. Там, как бы, есть и любовь, и ненависть, и научные муки над звездой, и даже травма. Травма во время съемок? Ну, нет. Мечников травмирован в начале фильма. Серьезно. И с этого начинается сюжет. Бегающие птицы-страусы живут мало. А летучие мыши долго. А все почему? Почему? А все потому, что у страусов кишки развиты. А у летучих мышей не развиты. Следовательно, чем длиннее кишка, тем короче жизнь. Парадокс? Ну, собственно, почему гротеск, да? Вот стилистика его. То есть, жанровость уловить на самом деле трудно, а стилистика, безусловно, и гротеск, да? Поэтому, ну, я подумал, что интересно было пригласить актеров, которые, как бы, уже в каком-то смысле продвинуты в этом направлении. Вот. Поэтому я позвался, значит, на роль Мечникова Сережу Бызгу из Театра фарсов. Это самый Крамер, у них постановщик. Вот. И Игорь Головина, он играет его ассистента Гамалею. Вот. Вот, так сказать, вот эти люди, да. Кроме того, есть Ольга Богданова, она играет супругу. Вот. И супругу Мечникову, то есть, там есть дети, собаки, вот, животные. В общем, как положено, то есть, как бы, как говорят, что надо для успеха фильма, чтобы были дети и животные. Тогда будет всё хорошо. Гамалея, краску! Что? Дайте мне кармин. Что? Кармин дайте мне живее. Ну, пожалуйста. Да. Подготовьте это животное. Хорошо. Живее, Гамалея, живее. Хорошо, хорошо. Живее. Вы можете живее, Гамалея. Ага. Лупу. О, Господи. Да что ж вы, Гамалея? Пожалуйста. Простите. Они пожирают зёрнышки, краски. И что? Это фагоциты. Ну, если такой протез, необычный фильм, то... Забава. Скажи, пожалуйста, как ты подбирал композитора для своего произведения, творения? А, ну, просто композитора я не подбирал. Никак, раздался звонок в дверь, в один прекрасный момент, и вот стоял композитор. Я сразу понял, композитор, понимаете, сразу... Да. Вот, стих... Ну, и как бы сотрудничество успешно продолжается, я думаю, и в дальнейшем тоже будет. Игорь, ну вот в Пушкине тебя знают как мастера? Веча композитора. Как там, виртуоза. Как видишь, знают даже, можно и не представляться. Позвонил в дверь, открывают, кто там, композитор. Ну, там, джазмена, там, виртуоза, клавишника. А вот скажи, пожалуйста, что... Вот, как рождалась у тебя музыка, вот, о науке? О науке? Ну, надо сказать, что этот фильм, несмотря на его... На его небольшие размеры, снимался очень-очень долго. Скорее, даже не по нашей вине, не из-за нас. Вот, но над музыкой, то есть сценариев было, варианцев, вариаций, наверное, 3-4, может, даже 5. Я уже не помню, сколько было этих сценариев. Ну, он все, ужимался и ужимался. Да, он ужимался, что-то выкидывал. А музыку я, как бы, писал, начиная с первого варианта сценария и по пятый. То есть, вот, если люди, которые придут на премьеру, вот, увидят там компакт, то там музыки минут так, как на 60, при том, что сам фильм минут на 20. Вот, поэтому... Да, это краткометражка. Да, это краткометражный фильм. Вот, поэтому музыки там написано очень много, самые разные, самых разных жанров. И, пожалуй, основная такая удача, да, у меня получилась такая сквозная тема этого фильма. Это народная сицилийская песня непосредственно профессора, который вот ее там поет весь фильм. Вот, она сопровождает все его жизненные перипетии. И, ну, как работалось? Как обычно работает все. Садишься и работаешь. А в чьем исполнении мы слышим там музыку? Ну, в моем. Ну, то бишь, как бы, современная техника позволяет мне... Точнее, финансирование фильма не позволяет нанимать оркестр, да? А современная техника позволяет композитору, музыканту самому исполнять все партии за оркестр. Вот, как бы, вот так, собственно, и работал. А последняя песенка, последняя тема, в ней принимала участие вокалистка такая Юлия Михайлова. Вот такая, малоизвестная, наверное, в Питере. И человек, который сводил, помогал сводить музыку, Сергей Шушков, он как бы там на гитаре играет. Вот, но последняя песня написана была для очередного варианта сценария в несколько в другом жанре, в таком, как бы, 80-х годах. Такая группа, Кью такой, электропопс такой. Ну, Нью-Вейв, да, скорее, да. Вот, и придете, выслушайте, но писал все сам в основном, конечно. «Напряженно работая над новейшими публикациями, я натолкнулся на лживый и провокационный пасквиль, в коем утверждалось, будто бы я и Гамалея заражаем одесских жителей чумой, холерой и дифтерией. Такое стерпеть я уже не могу». «Гамалея, Гамалея, где вы ходите? Немедленно отправьте посыльного к Ольге, пусть собирает детей. У нас в России нет науки. Мне необходимо тихое и укромное место для моих непростых исследований. Я покидаю университет! В таких условиях совершенно невозможно работать!» «На самом деле, вот что касается музыки, да, к фильму, к кинематографу вообще, я думаю, что не только у меня вообще, у режиссера есть дилемма, когда ее создавать. Вот в данном случае музыка создавалась до того, как был снят материал. Да, а надо было бы после. А нет, а вообще говоря, вот кажется, что надо после. А вот, ну, как это сделать? То есть, скорее всего, это надо весь период, да, какие-то, может быть, вещи такие вот, как бы, песенные, да, то есть вот, когда идет в кино номер, да, когда. Вот, то есть его надо, конечно, писать до. И чтобы снимать, уже имея в виду в голове эту музыку. А часть музыки писать после. Ну, как бы, вообще говоря, неизвестно. Я вам вчера смотрел про это самое, про Кавказскую пленницу. Вот, то есть там они приехали, значит, туда, композитор, написали песню там, уже где-то они на Кавказе ее снимали. Вот, то есть тоже, вообще говоря, поймать этот момент очень трудно. Когда это делать правильно? Чтобы не было очень много лишней работы. Потому что в данном случае действительно получилось очень много лишней работы. Не, ну, как бы лишней, музыка осталась, да, просто, ну. Она не вошла, просто очень много ее, потому что предположительность фильма, так сказать. Маленькая. Да. А музыки много. Можно было сделать музыкальный Вадивиль, но это уже следующий этап. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос, наверняка, в дальнейшем, когда фильм будет иметь успех, и тебя, наверное, будут задавать все журналисты. А вот что ты хотел сказать этим фильмам? Вот, снял, сказал, что? Мораль. Да. Ну, мораль, да? Ну, тут надо крепко, кажется, подумать. Ну, значит, мораль фильма такова, значит, что, если серьезно, да, вот, как бы сейчас... Если серьезно, ну... Молодежь, значит, увлечена преимущественно какими-то непонятными, ну, в общем, понятными, там, компьютерами, например. А тем не менее, здоровье населения является необходимым условием счастливой культурной жизни. Вот. И, как бы... Хотелось бы заинтересовать молодых людей, вот, охотой за микробами. Вот и взошла моя звезда! Не, на меня, на меня. Убери руки от арта. Все, поехали! Великий имеет наиболее характерное для себя одно качество. Да, такое? То есть, вот... Какое? Если... Нет, ну, если у Мечникова, это, конечно, такая неукротимая энергия. И это, конечно, предмет для такой улыбки об этом. С одной стороны, то есть, это можно так, ну, сделать, сделать довольно нетяжеловесно. Вот. Поэтому это, конечно, привлекательно. Однажды я там находился в Репино, вот, и там, значит, совершенно неожиданно наткнулся на книжку Поля Декрайфа «Охотники за микробами». Она сделана в стиле гротеск. Вот. И, ну, вообще, это довольно общеизвестная книжка. Вот. И, как бы, вот это вот состояние, да, которое там описано, да, там короткие новеллы о многих микробиологах. Вот. Она мне показалась настолько забавным. Конечно, в фильме уже ничего нету, да, из этой книжки. Но само, как бы, настроение мне показалось очень забавным. Здесь же Алеша Воробьев показывал свой фильм «Звезда профессора Мечникова». Пришли люди. Я почувствовал какой-то, какой-то вот творческий, творческий, такую творческую потенцию в этом фильме. И вот мне эта обстановка вся напомнила, как люди приходили на поэтические вечера. Я увидел, что люди еще живут с фильмами. И как-то это было таким толчком, как это ни странно. Вот. Мне захотелось, чтобы меня опять услышали, что-то до людей донести. И вот с той поры я понял, что в таком вот синтезе кино не длинное, не утомительное должно быть выступление. Тоже, наверное, не стоит часами читать стихи. Когда послушаешь несколько стихотворений, все понятно. А впечатление у людей остается, что-то им западает в душу. В принципе, человеку гениальному неважно, как бы, неважно, каким образом он живет. Его способ жизни совершенно не важен. Там, там, он принято, да, считать, да, что люди, да, ну, талантливые и гениальные, они там имеют много пороков, там, вот, и так далее, и так далее. Вот. Я не могу сказать, что Мечников не имел пороков, но главное, что этого в фильме нет. У него нет никаких пороков, в общем-то, за исключением такой безудержной сверхчеловеческой воли, вот, и нежелания, значит, заниматься обыденностью какой-то. Мы немножко предварим наш фильм, который будем смотреть через несколько минут. И я скажу о том, что фильм о великом ученом Мечникове Алексей снял в некой такой гротесной, я даже сказала, шаржированной форме. Вот скажи, пожалуйста, не страшно ли тебе было так хихикать над великим умом? Мне хотелось показать живого человека, в общем, нелишенного, ничего сверхчеловеческого. Вот и все. А вот такой, рисовать такой портрет бородатого дяденьки на стенке в школьном кабинете, ну, наверное, это нужно, но не мне. Мне понравилась вот эта вот нестандартность, незасушенность. Все-таки там есть какая-то информация, но она вот в таком вот подана ключе, что фильм запоминается и производит, кроме того, такое вот впечатление художественного произведения. Кроме той вот информации, чисто как призвано давать вот научно-популярные фильмы, мне кажется, это удачный фильм. А знаете, я когда его посмотрела, я думаю, надо же, как легко человек обращается с гением, как шаржировано. Как вы считаете, можно это делать? В этом есть смысл, потому что иногда мы уже настолько таким уважением относимся к гениям, они становятся такими табу неприкасаемыми, нельзя над ними смеяться, нельзя как бы это. Это очень хорошо чувствовал Хармс вот в своих анекдотах о Пушкине, например, или там о Толстом. Нужно немножко, можно немного и посмеяться. Тебе бы хотелось поработать с Мечником? Да, конечно, конечно. Нет, мне хотелось бы быть современником, ну, для того, чтобы, в общем, пообщаться, пообщаться мне хотелось бы, да, безусловно. Илья Ильич был замечательным человеком, я так думаю.